Очень сложно передать словами всю красоту данной территории, поэтому перед тем, как посмотреть сюжет о Тафаларии, предлагаю посмотреть небольшой клип. Настоящее название Тафалара – это Харагас, люди из племени черного гуся. Люди из племени черного гуся в этих живописных местах поселились очень давно. И версий, когда это произошло, много. Китайцы в своих письменах упоминали о Тафах в середине пятого века. Однако ученые рассказывают о кочующих горных народах в этой части Восточной Сибири в конце первого тысячелетия до н.э. В любом случае, на землю тофов, после царей, казаков и любопытных путешественников, нога простого человека смело шагнула в 20-е годы века 20-го. Тафаларов перевели на оседло образ жизни, обосновали поселки, тем самым нарушив их кочевную самобытность. Теперь дети по совету старейшин, чтобы не утратить связь с предками, пишут картины из оленей шерсти. Эта картина самодорога для нас, потому что живем вот этой жизнью охотой, на охоту, провожаем мужчин с охотой встречаем их, ну и вот и так далее. Все, что связано вот с тайгой, с нашей красивой природой, то мы отражаем в наших картинах. История хранится не только в ручном ремесле. Песни тех, кто живет в удобных домах, повествуют в основном о таежной романтике. Тафалари, слава и честь, хищный соболь и шустрая белка, а саламы хозяин медведь, и арену беру человеку. Аргамчи Иры, или как его называли раньше, Сулган. По преданию, Тафалар весь год охотился в глухой тайге, пас оленей выживал и раз в год мог позволить себе роскошный недельный отпуск. Все жители Тафалари спускались с гор, выходили из леса, покидали юрты и собирались на великий праздник у подножья реки Уда. Все хозяйственные, административные дела и вопросы решались на Сулгане. Здесь же вершился и общественный суд. Там кого наказывали, ролики, кто проленивался, кого хвалили. Параллельно это была крупнейшая ярмарка. Обильно закупались продукты, порох, спички и, конечно же, обновки. Мужчины надевали новые шубы, женщины шили лучшие одежды и даже элегантные, насколько это можно позволить в суровых условиях, дамские сумочки. Вот это не приспособлено для кочевой жизни, потому что не совсем так. Вот здесь видите брезент, влага попадает, брезент впитывает, но там ничего не гниет. А вот этот уже предь начнет, то есть менять надо будет. Почему я говорю всегда, что наши предки были умнейшие люди, мудрейшие. Но главным и самым важным оставались гуляния и забавы. Устал я за год, отдыхать буду, найму русского дрова рубить, а сам петь и плясать буду. Язык Тафаларов сейчас разделил коренного жителя от ассимилировавших и уже обрусевших жителей из племени черного гуся. Из полутора тысяч жителей Нирки, Верхней Гутары или Алыджара настоящим Тафам могут назвать себя человек 150. Многие Тафам и числятся, но разговаривать не могут. Которые понимать, понимают, а отвечать уже не могут. Сейчас, когда полноценные ворота автофаларию начали открываться для туристов, на жизнь самого малочисленного и легендарного народа прилетают посмотреть иностранцы. А местные с удовольствием их селят в своих домах. За ужином травят байки, а в некоторых случаях даже проводят ликбез. Я ожидал увидеть супер-людей с нечеловеческими способностями, очень суровых, минус 50 зимой. Они нормальные и простые, как на других курортах. Харизматичные лица местных жителей уже красуются на заграничных полотнах. Получилась и выставка в Белграде в русском доме. Так что показал моему народу, как народ здесь живет, чем занимается, какая природа. В общем, по-моему, была хорошо. А чтоб было совсем хорошо, шаман разгонит все тучи. Наша съемочная группа стала этому ярким свидетелем. Как живописную скалистую чашу у подножья Уды тучи начали обходить стороной после зажжения ритуального костра Хаптагай-Одо. По древним легендам, завязав ленточку, можно загадать желание. Но оно непременно сбудется. У тофаларов сейчас заветным желанием является хорошая современная работа. Туризм может улучшить тяжелую жизнь тофов, а мочим заработать. Взамен они готовы делиться своим богатством. Невероятно вкусной кухней, блюдами из свежего мяса, прогулками к древнейшим водопадам на оленях с мягкими, как вельвет рогами, и купанием в горном озере. Звучит заманчиво, но попасть в тофаларию сложно. Благо, администрация Нижнеудинского района и областные власти пошли этно-бизнесменам навстречу. Помогли сделать сайт, познакомили с туроператорами. Существенно снизили цену авиаперелета. Местные жители, приходящие с разными просьбами, проблемами, выражающие их в требовательной форме, пришли в начале этого года и сказали, что мы готовы сами работать. У нас есть свои маршруты, помогите нам. Вот это именно вызвало у меня, потому что они непосредственно пришли ко мне, интерес их поддержать. Сейчас главное сохранить субсидированные цены билетов на авиаперелет. И тогда у тех, кто впечатлен невероятными красотами легендарного края и мечтает послушать истории самого малочисленного народа, появится возможность пересечь ворота в заповедный край вечно зеленой Тафаларии. Алексей Килевра, Артем Синтоцкий. Новости АЭС Байкал ТВ. Новости АЭС Байкал ТВ.